Добрый день, уважаемые читатели. Добрый день, Майя. Я хочу напомнить, что сейчас в зале номер 8 в библиоглобусе, прямо сейчас, начинается встреча с детской писательницей Майей Лазаренской. Присоединяйтесь, пожалуйста, к встрече. Тема, автор Майя Лазаренская, детектив Брюм, ведут расследование. Скажу несколько слов о нашем авторе. Майя Лазаренская, член Союза писателей России, лауреат конкурса «Новая детская книга», финалист премии «Русский детектив» в номинации «Детский детектив», финалист международной литературной премией имени Крапивина, полуфиналист премии книгу «Ру» и «Ясная поляна». Майя, вы сегодня расскажете нам о своей замечательной книге «Детском детективе» «Сыскное бюро Брюм. Пропажа в скучном парке». Я должна сказать, что в Библиоглобусе осталось всего два экземпляра вашей книги, а все остальные были раскуплены. То есть вот у наших сегодняшних гостей, гостей встречи с вами, есть уникальная возможность купить последние две книги этой классной увлекательной книги «Детского детектива». Я передаю вам слово. Пожалуйста, расскажите об этой истории, как она получилась и о чем она. На самом деле я всегда очень любила сама читать детективы. И когда у меня возникла возможность написать детектив, я стала тоже думать, кого сделать главным героем. Поскольку я вообще очень люблю животных, то сомнений не было, что это должен быть какой-то зверь. А дома у меня такой маленький зоопарк, и я подумала, ну кошки, кошек, наверное, детектив уже достаточно много, собак все-таки поменьше. И я решила, что точно совершенно будет собака главным героем. И изначально это должен был быть Спаниель, кавалер Кингчаль Спаниель. Я придумала имя этому сыщику, все было здорово. Но потом, за что я очень благодарна главному редактору Инне Кривошеевой, она сказала, что, ну, во-первых, уже есть Спаниель лучик. И во-вторых, все-таки Спаниель, наверное, не очень такая сыщинская собака. Она больше диванная, милая, красивая, хорошенькая, но на роль главного сыщика не очень подойдет. И мы стали с ней выбирать породу. Долго перебирали разные варианты. У нас был и бульдог, и такса, и даже скотча вспоминали. Но потом я поняла, что ответ ходит у меня в квартире. У меня дома как раз пес Корги. И Корги — это же овчарки настоящие. И Корги действительно служат в полиции. И тогда я решила, что вот именно эта порода самая, наверное, удачная как раз будет для героя. Так получился пес. С кличкой я тоже передумала. Изначально кличка была другая. Но мне хотелось чего-то звучного, оригинального, интересного. И когда я пересматривала разные сайты с кличками собак, я как-то наткнулась на Брюмер. Что Брюмер — это второй месяц февраля. Потом Брюм в переводе с латинского — это туман. А Корги у нас собачки английской королевы. Они прибывают к нам из туманного как бы Лондона. И поэтому мне показалось, что это будет идеальная кличка. Так вот появился герой. А само расследование... Тут у меня, наверное, уже проблем не возникало. Я сразу узнала, что это будет расследование в парке. Брюм у нас настоящий полицейский пес. То есть его хозяин, он действительно полковник полиции. Но сейчас он на пенсии. А Брюм — собака молодая, активная и неунывающая. Ему хочется продолжать расследовать разные преступления и ловить разных воришек. Поэтому как только в парке пропадает собака Юми, то Брюм сразу, конечно же, берется за это расследование. И могу, наверное, раскрыть такой хитрый секрет. Это, наверное, единственная книга, в которой я совершенно не знала концовку. Обычно, когда я пишу, я всегда знаю, чем произведение закончится. А здесь у меня было несколько вариантов концовок. Но мне хотелось, чтобы было что-то неожиданное совершенно. В детективе самое интересное — это как раз разгадка. И чтобы разгадка была непредсказуемой. И именно такое завершение истории придумал мой ребенок, моя дочка. Она как-то в шутку сказала, а вот если тут вообще ее никто не украл, а она сама пропала, но... Не буду раскрывать все тайны, чтобы было потом интересно читать. Но вот по такой-то, такой-то, такой-то причине. И я уцепилась, думаю, а правда, вот такого точно еще нигде не было. И это совершенно непредсказуемо. Так что единственная книга, с концовкой которой мне помогла моя дочка, и вот я ее до конца не могла придумать сама. Прошу прощения, Майя, скажите, пожалуйста, у нас сегодня перед вами уже была вот тоже детский автор Юлия Венедиктова. И, собственно говоря, мы тоже представляли одну из ее книг, которая вот лежит здесь на столе, и тоже называется «Детектив». И вы тоже говорите «Детектив». У нас сегодня какой-то получается день детского детектива. Скажите, пожалуйста, насколько, в принципе, этот жанр вам близок, или вы все-таки пробовали еще и другие просто, может быть, рассказы для детей? Спасибо. На самом деле, конечно, я пробовала совершенно разные жанры, потому что у меня есть и смешные истории для детей, и сказки, и повести для подростков серьезные, разные социальные темы. Но могу признаться честно, что жанр детектива, наверное, один из самых моих любимых жанров. И вот как раз обе книжки, они вышли в одной серии, их поэтому часто как-то ставят вместе. И я даже делала презентацию на тему, почему полезен детектив, и почему хорошо читать с детьми именно детектив. Презентацию, наверное, можно сейчас показать? Да, давайте сейчас. За что можно любить детские детективы? Ну, во-первых, детективы учат думать и развивают воображение, потому что нам приходится пускаться в разные размышления, вычисляя, кто же из героев, в конце концов… Май, а можно все-таки тогда микрофончик мы… Давайте вытащим его, чтобы вам удобнее было. Соответственно, мы учимся думать, потому что нужно понять быстрее, чем расскажет автор, кто же на самом деле совершил преступление. Во-вторых, детективы тренируют внимание и учат замечать разные детали, потому что всегда есть какие-то мелочи, на которые читатель не сразу обращает внимание, но они оказываются важными для раскрытия загадочной истории и указывают на отгадку преступления и на его виновника. Третье. Детективные истории расширяют кругозор читателей. И много можно узнать нового об окружающем мире. У меня как раз, наверное, этот пункт самый любимый, потому что, когда я пишу историю, я всегда стараюсь дать какую-то информацию новую, которую, может быть, ребенок где-то потом и не узнает. Например, в книге «Брюм» есть такие вставочки небольшие, интересные, для справки они называются. Здесь, например, рассказывается, почему японцы давали своим собачкам такие названия. Собачки с двумя пятнами над глазами назывались «нотсю», это четырехглазый, а просто белого окраса с четырьмя пятнами «карабутси», «бутси» значит пятнистый. Вот такие вот интересные факты, они тоже присутствуют, и мне кажется, ребенку это всегда здорово, что-то такое почерпнуть из книги. Четвертое. Детективные истории помогают стать осторожнее и наблюдательнее в обычной жизни и не попадаться на удочку преступников. Ведь действительно, когда мы читаем, мы понимаем, что не все люди добрые, и есть разные люди, которые могут где-то притвориться вежливыми, хорошими и добрыми, но тем не менее окажутся совершенно другими в жизни людьми, и в книгах как раз ребенок учится это понимать. И пятое. Детективы помогают лучше разбираться в людях вообще, потому что в детективах описаны разные сложные, запутанные ситуации, и читаем, мы учимся понимать скрытые мотивы поведения и от кого что можно ожидать. Ну вот такие вот пункты я выделяла. И на самом деле, мне кажется, детективы просто еще и интересно читать, потому что, наверное, ничто так не завораживает ребенка. Почему, мне кажется, если ребенок совсем не читающий, то проще всего научить читать его именно через какие-то книги, которые будут держать его внимание. А как раз загадка — это то, что любого человека заинтересует и будет удерживать его внимание. Вот, наверное, такой у меня будет ответ на вопрос, почему этот жанр я люблю. Скажите, пожалуйста, вы только что сказали, что именно к этой истории концовку вам помогла, собственно говоря, воплотить в жизнь ваша дочь. А скажите, пожалуйста, получается, что и она является тогда и первым вашим читателем, либо все-таки кто-то еще есть? Ну, на самом деле, наверное, именно она является все-таки по большей части первым читателем. И когда она была совсем еще маленькая, я все равно читала ей все истории и смотрела на ее реакцию. Я знаю, что многие говорят, что нельзя на своем ребенке проверять тексты, потому что это неправильно, и свой ребенок любой текст будет... Мама написала, это же все, это прям... Любое, что сделает мама, это будет радость и правильно. Но тут есть такой момент, что если текст совсем неинтересный, то ребенок даже маму слушать не станет. И я на своем ребенке совершенно точно замечала, что какие-то вещи срабатывают, а какие-то... Я смотрю, она там что-то начинает рисовать или куда-то там внимание уже отвлеклось. И таким образом я замечала и понимала, значит, так, вот это место, наверное, нужно переделать. Оно не держит внимания. А когда она стала уже старше, то она у меня такой, я бы сказала, серьезный критик. И она совершенно честно и откровенно говорит, что вот здесь мне понравилось, а вот здесь подросток так себя вести не будет. Или какие-то вот такие вещи действительно она очень замечает, отмечает и помогает сделать текст гораздо интереснее, гораздо лучше и ближе именно целевой аудитории, для которой я пишу. Спасибо большое. Майя, вы упомянули, что в книге «Сыскное бюро брюм пропажа в скучном парке» вы даете еще какие-то интересные факты в тему о собаках, то есть что позволяет развивать эрудицию, кругозор ребенка. Скажите, пожалуйста, какие еще реальные факты есть в книге «Сыскное бюро брюм?» Во-первых, здесь достаточно большое количество разных пород собак встречается. И если ребенок увлечен собаками, хочет завести собаку, то у каждой породы есть свой характер и есть какие-то особенности, которые я тоже постаралась передать, поскольку я сама собачник с большим опытом, и я тоже наблюдала разные породы, то я постаралась черты, свойственные данным породам, тоже передать и воплотить в этой книжке, чтобы ребенок дальше при выборе собаки, если он захочет, мог почерпнуть для себя какие-то интересные и полезные сведения. И есть моменты, касающиеся правил введения расследования, есть моменты, касающиеся осторожности, поскольку хозяйка пишет объявление, то по объявлению приходит много звонков. И как понять, какие звонки настоящие, а какие звонки просто так, чтобы запутать или для развлечения, или наоборот, даже сбить со следа, вот тут тоже есть такие моменты, которые помогают именно разобраться в ситуации. На что обращать внимание? Майя, я знаю, что вы много взаимодействуете с вашими читателями. Расскажите, пожалуйста, вот об этом интерактиве. Вы ведь делаете поделки, вы делаете настольные игры, карты. То есть вашу книгу сопровождает целый комплекс каких-то таких связей, которые устанавливаются с вашими читателями. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, на самом деле я очень люблю проводить разные мероприятия. И мне кажется, как раз детектив тот жанр, по которому можно придумать огромное количество игр. Опять же для того, чтобы ребенка увлечь. И в частности я делала квест для библиотеки. Для квеста я делаю такие вот штуки разные интересные. Например, у меня есть игровое поле. Это по книге «Брюм». Да, по книге «Брюм». Как раз игровое поле. Есть фишечки. Вот такие вот маленькие. И для того, чтобы пройти от начала, от старта до финиша и спасти собачку Юми, я задаю ребятам разные вопросы относительно породы корги. Вопросы, они построены специально смешно и в то же время познавательно, чтобы ребенок изучил именно эту породу. И на квесте вот мы в такую игру с ними играем. И плюс я делала такую вот секретную шифровку. Вообще дети же любят разные шифры. И я специально, вот я сейчас ключ покажу, тайный след. Здесь собраны совершенно реальные отпечатки следов разных животных. Например, на А, на букву А, это будет след антилопы. На букву Б это будет след белки. На Д след дикообраза. На Е след енота. И таким шифром можно шифровать какие угодно послания, какие угодно места разные интересные. Вот с таким шифром можно с ребенком играть в разные-разные совершенно игры. У меня в секретном послании зашифровано «Всех жду в нескучном парке». Вот такой вот интерактив можно придумать по детективам. Майя, скажите, пожалуйста, то, что вы сейчас показали, вот эти секретные послания, а в книге-то есть такие также секретные послания? Используете вы их там или нет? Нет, вот в этой книге, к сожалению, я позже придумала сам шифр, я его придумывала уже для библиотек, не догадались сделать. Но мне кажется, такая мысль правда интересная, что-то зашифровать в конце книги с помощью какого-то секретного шифра, и может быть она как-то потом найдет свое отражение в книгах в дальнейшем. У вас на столе лежит брюм? Да. Это брюм. Да, собственно, брюм. На самом деле я, наверное, большую часть своих героев люблю как-то так вот… Визуализировать? Да, визуализировать и воплотить в виде игрушек. И обычно я шью сама, но вот брюма – это подарок от мамы Юлии Венедиктовой. Да, она сама вяжет игрушки, и как раз мне вот достался такой замечательный брюм. Он со мной ездит на разные встречи, он со мной часто бывает в библиотеках, поэтому он такой немножко уже, можно сказать, руками затроганный. Дети его очень любят. Да, дети его очень любят, с ним сфотографироваться любят. Он яркий, интересный, и мне кажется, он действительно очень похож на иллюстрации. А вообще я могу сказать, что я когда первый раз увидела брюма, его достаточно долго рисовали, вот Виктория Мурзина, она, мне кажется, нашла как раз такой образ интересный. И я на встречах, когда показываю иллюстрации, ребята все «Ой, спасатель! Ой, какой он хорошенький! Ой, а здесь?» То есть вызывает восторг полный. Я очень благодарна Виктории за такие дивные иллюстрации. Ну и, конечно же, Фениксу за то, что нашли Викторию. Май, вот такой вопрос. Вы знаете, на самом деле, ваша книга навела меня на такую мысль, что как здорово, что вы еще, мне так кажется, через книгу все-таки пытаетесь еще, помимо всего, привить любовь к чтению и так далее, еще и к животным. Потому что эта тема, к сожалению, тоже бывает и не совсем в позитивном ракурсе встает. Все-таки очень здорово, чтобы люди с детства, дети еще научились ценить, уважать и любить животных, и чтобы это передавалось, собственно, и от родителей, и передавалось через книжки вот эту любовь, чтобы в дальнейшем, когда они вырастали, тоже наши братья меньше, ни в коей мере не были никогда ущемлены. Вот все-таки вы, когда писали свою книгу, такой контекст вкладывали? Да, обязательно. Ну, я сама, на самом деле, всегда любила животных, и в детстве я мечтала стать ветеринарным врачом, я с улицы приводила всех, кого можно было привезти, кто бегал один, кто был несчастный, пораненый, лечила, пристраивала. И очень любила читать всегда рассказы о животных, но, как правило, почему-то большая часть рассказов о животных, она была именно с плохим концом, заканчивались грустно, я всегда плакала над каждым героем. И когда я стала писать, мне захотелось, помимо того, чтобы в книгах были животные, чтобы еще и была хорошая концовка, потому что не только грустное нужно показывать, хотя я не отрицаю, что грустное обязательно нужно показывать, и нужно учить ребенка эмпатии. Я как бы не из тех родителей, которые считают, что нужно только счастливые и радостные книги детям читать, обязательно нужно читать и какие-то книги с не очень веселым завершением, потому что ребенок должен учиться сопереживать герою и должен какую-то эмпатию в себе развивать. Но в моих книгах чаще всего, наверное, все-таки животные веселые, радостные, и их невозможно не любить. И мне бы очень хотелось, чтобы, читая книги, дети действительно любили и кошек, и собак, и всех героев, которые у меня в книгах встречаются. И еще, наверное, такой момент по поводу посыла книги. Я недавно слышала такую мысль, что в детских детективах отрицательный персонаж должен перевоспитываться. То есть он не просто должен быть наказан, он должен обязательно еще и перевоспитаться. И это дает ребенку шанс понять, что даже если он ошибся где-то, то есть возможность все исправить, есть возможность как-то измениться, главное — захотеть. И вот эта мысль, она тоже у меня в книге обязательно есть. У меня там есть такие герои под конец, крысы. Они вроде бы и страшные, и отрицательные сначала, кажется, персонажи. И показано, что жизнь-то у них не очень такая легкая и веселая. Но, тем не менее, вот то хорошее, что в них есть, все равно можно увидеть, и все равно можно найти. И Брюм сначала кидается на них защищать там Юми, и пытается с ними бороться, а потом понимает, что не со всеми нужно обязательно бороться, а в каждом можно найти что-то доброе, хорошее, и помочь ему это доброе, хорошее развить. Вот такой пасут тоже у меня есть. Майя, скажите, а для какого возраста, с какого возраста можно читать книгу «Сыскное бюро Брюм. Пропажа в скучном парке»? Я думаю, что если... Тут, конечно, многое зависит от уровня развития самого ребенка, потому что детям в разном возрасте начинают читать кому-то более сложные произведения, кому-то менее сложные. Но если, как я в свое время тоже очень любила, родители читают ребенку, то я думаю, что где-то, наверное, лет с 4-5, если ребенок сам не читает, то можно читать родителям. Дальше уже с 6-7 дети, как правило, уже сами читают и могут прочитать сами. Что мне нравится еще в этой книге, здесь много иллюстраций и достаточно крупный шрифт, и поэтому ребенку будет удобно читать самому, если он только-только начинает читать. И поскольку все-таки книга рассчитана именно на этот возраст, я старалась, чтобы предложения были не очень сложные, чтобы ребенок не потерял ощущение того, что он научился читать, и у него все получается. Мне кажется, на первых порах это тоже важно, чтобы он почувствовал себя способным, и книга легко у него шла и была ему интересна. Я знаю, что есть постановки в детских садах по книге «Сыскное бюро Брюм». Вам не предлагали экранизировать эту историю, сделать мультик? Вот еще не предлагали, но это была бы моя, наверное, такая, одна из самых больших, самая большая мечта, потому что мне кажется, что герой очень мультяшный, и изображен он очень мультяшно, и получилась бы даже интересная серия мультфильмов про Брюма. А постановка в детском саду, я когда первый раз увидела, меня она настолько тронула, поскольку ребенок нашел костюм Брюма, или шили родители даже костюм Брюма, и он так вдохновенно читал, и настолько он вошел в роль, и я прям смотрела сама, и была тронута очень. Ну, название книги «Сосное бюро Брюм», и, наверное, вот есть у вас какие-то идеи и продолжить книгу, сделать ее серией, да? Да, идеи есть, и я на самом деле сейчас как раз работаю над второй книгой. Поскольку первая книга понравилась читателям, и решили делать продолжение, я надеюсь, что к маю месяцу я ее уже закончу, и дальше все будет зависеть от художника, насколько быстро появится вторая книга, продолжение «Сосное бюро Брюм». Я знаю, что допечатка книги «Сосное бюро Брюм. Пропажа в скучном парке» появится уже через неделю, то есть совсем скоро. Сейчас вот мы смогли найти только два экземпляра в вашей книге, но совсем скоро, через неделю, читатели, всем, кому интересно, смогут ее купить. Майя, вот что за чувство вы испытываете? Это гордость? Или вот... Расскажите об этом. На самом деле это огромная радость, потому что, наверное, для каждого автора самое приятное и самое важное, чтобы его книгу читали. И раз тираж так быстро разошелся, значит, книга понравилась. Потому что я знаю, что, как правило, «Сарафанное радио», оно, наверное, одно из самых таких вот... Один из самых больших двигателей продаж книг. И если книга действительно интересна, то люди советуют ее друг другу, и тираж, соответственно, распродается гораздо быстрее. И раз уже все-таки будет допечатка, значит, книга полюбилась, книга понравилась, и для меня это очень большая радость и гордость, конечно. Расскажите о творческом тандеме с художниками ваших книг. Обычно, как визуализируются герои? Вы набрасываете свое видение художнику, то есть в общих чертах, либо вы ждете, как художник сам увидит героя. Бывает так, что вы совсем не согласны, то есть вы совершенно по-другому представляли своего героя, а художник его визуализировал так. Вот о разных опытах этой творческой кухни расскажите, пожалуйста. На самом деле это всегда безумно волнительно, увидеть своего персонажа, изображенного другим человеком, потому что есть описание в книге, но описания часто бывает недостаточно, и ты не знаешь, каким увидит художник твоего героя. Но я могу сказать честно, что мне с художниками безумно везет, и я не знаю, как так получается, но практически все мои герои, они изображены именно такими, какими я их себе видела. И даже у меня был такой герой, совершенно придуманный, полностью фантастический, чейнокус, он там есть описанный, но придумать, как его изобразить, я думала, что это невозможно, я думала, его сейчас мне не понравится, наверняка я сейчас, ну не смогут нарисовать такого, как я его видела. Его рисовало три художника, то есть эта книга выходила в трех разных издательствах, и все три художника делали по-своему, но все равно очень интересно и похоже на то, что я себе видела. А с Брюмом на самом деле один из самых, наверное, любимых художников и самые любимые иллюстрации, в нем как-то все совместилось, он и милый, и немножко такой вот нахальный, как он есть, как он описан, и такой смешной, неуклюжий где-то. Я когда смотрела первый раз иллюстрации, я от восторга прям прыгала и кричала, смотрите, посмотрите, посмотрите, какой он, какой он хорошенький. Вот, а поскольку дочка у меня учится на художника, она своим тоже, можно сказать, почти профессиональным взглядом увидела и сказала, ой, вот как раз этот тот стиль, наверное, в котором я бы хотела делать иллюстрации. Так что вот, а по поводу того, как получается, я, как правило, наверное, ни с одним художником не оговаривала, какие будут герои, и я видела уже готовые иллюстрации. Единственное, что я могла внести какие-то пожелания по ходу, если что-то не соответствовало сюжету, но вот образ героев, он всегда был, шел от художника и очень совпадал с моим видением. Наверное, только один у меня был случай, когда я описывала одного героя, а на обложке герой получился совсем не того возраста, не того вида. Я к нему долго пыталась привыкнуть, привыкла, в конце концов, но на встречах всегда рассказываю, что вот есть один такой герой, который по описанию не совпадает с моим. На какой возраст, для какого возраста детей вам больше всего нравится писать? А тут на самом деле я не могу сказать, что для какого-то конкретного возраста больше всего, но, наверное, самая благодатная аудитория все-таки младший школьный возраст. И большая часть книг у меня именно на этот возраст рассчитана. И с таким возрастом интересно встречаться, интересно рассказывать. У них горят глаза. Они в этом возрасте столько задают вопросов. Им интересно абсолютно все про героев, как я пишу, как придумываются сюжеты, как придумываются имена для героев. Встречаться именно с младшими школьниками самое мое любимое дело. Но мне нравится писать и для подростков. Там совершенно другие произведения, другие темы можно поднять. Там совершенно другой уровень разговора с читателем. И у меня, наверное, получается так. Я пишу книгу для... какую-то сказочную для младшего возраста. Следующую я пишу повесть для подростков. Потом я отдыхаю на какой-то детской истории и снова пишу повесть для подростков. Поэтому у меня такое именно чередование идет текстов для разных возрастов. Вот такой вопрос. Все-таки книги для детей, ну и для подростков, наверное, тоже. Они должны учить чему-то, воспитывать или просто развлекать их функции, либо что-то третье, как вы считаете? Ой, я тут, наверное, все-таки приверженец традиционных взглядов на книгу. Я считаю, что книга не то, чтобы она прям должна чему-то учить, но будет здорово, если она чему-то научит. Это не обязательно. И я люблю и развлекательные книги. И есть дети, которым нужно отдохнуть, когда они читают. Есть дети, которым нужно задуматься над чем-то. Поэтому я считаю, что должны быть разные книги, ориентированные на разных читателей. Но в своих книгах я всегда стараюсь, наверное, дать какие-то, где-то какие-то советы. Поскольку по первому образованию я психолог, и мое образование, оно, конечно же, помогает мне выписывать и характеры персонажей, и давать какие-то, может быть, психологические советы ребятам, у которых есть вопросы с взаимодействием с родителями. Есть вопросы, как научиться дружить, если это младшие школьники. И как раз не только то, что книга должна обязательно научить, но книга должна помочь найти ответы на какие-то вопросы. Вот это, я считаю, наверное, важно. И еще вопрос. Если позвольте, вот вы буквально у меня с языка сорвали вопрос. Относительно, я почему-то была уверена, что вы еще и психолог, когда вы сказали о том, что пишете подростковую литературу. Вот скажите, характеры ваших героев, они, есть ли там какие-то прототипы, либо все-таки это больше собирательные образы? Ну, чаще это собирательные образы. Что-то я беру от себя, от того подростка, у которого тоже было много вопросов к жизни и к себе самой. Но это есть и какие-то яркие люди в моем окружении, у которых были непростые ситуации, и которые с этими непростыми ситуациями справлялись. И вот то, как они справлялись, то, как они переживали это, я часто беру в своих, вот именно в подростковых повесях. Майя, как сделать так, чтобы ребенок любил читать? На самом деле, наверное, единого какого-то совета невозможно дать, и рецепты у каждого родителя будут свои. Но я совершенно точно знаю, что когда я росла, у меня было так, что мама читала какую-то книгу, и я читала эту книгу одновременно. И я впитала любовь как раз к чтению именно от мамы, когда она со мной садилась читать, когда я была совсем маленькая. Потом мы обсуждали книги, когда я стала уже читать самостоятельно. У нас заходило до смешного, мы покупали новую книгу. Я первая прочту? Нет, я первая прочту. Так, ты иди готовь, а я сейчас почитаю, а потом давай я помою посуду, ты почитай. И мы действительно обсуждали с ней книги. Мне кажется, что обсуждение очень важно для ребенка, потому что мало просто прочитать, ему же хочется поговорить. И сейчас родители часто говорят, вот дети там полностью погружены в гаджеты, мы не можем найти общий язык с ребенком, мы не знаем, о чем с ним разговаривать. Прочитайте ту же самую книгу, что и ребенок. Возьмите, и у вас всегда будет тема для разговоров. И со своей дочкой я поступала так же. Сначала, когда она не умела читать, я с ней очень много читала. Потом я что-то читала и начинала ей рассказывать. И на каком-нибудь самом интересном месте я останавливалась и говорила, что, ой, знаешь, вот, а хочешь, дочитай сама. Мне сейчас так вот нужно срочно какое-то дело сделать. Ты возьми, прочитай дальше. И у нас это срабатывало. Ей действительно становилось интересно. Она читала, и дальше мы с ней обсуждали. И сейчас мне нравится, что она не просто читает книгу, а приходит и говорит, ой, а вот здесь вот, ну, мы с ней, поскольку я именно в этой среде обращаюсь, то она читает много современных авторов. И она приходит и говорит, ой, а вот здесь вот мне вот такая задумка понравилась. А вот здесь автор так здорово вот это сделал, а вот у этого автора такие красивые описания. И я заметила, что вот даже моему ребенку все равно нужны красивые описания. Хотя говорят, что язык классики устарел, зачем нам-то читать сейчас такие длинные на целую страницу описания природы. Но на самом деле нет. Ребенку это тоже важно, интересно. Они ценят красивый язык. И на встречах я это тоже замечаю. Так что я считаю, что заинтересовать книгу, книга ребенка можно, если с ним про эту книгу разговаривать. Майя, скажите, пожалуйста, а в какой момент, вы помните тот момент, когда вы решили, вот хочется написать что-то для детей? Да, я очень хорошо помню. На самом деле я... Ну, писать я начинала не только для детей, да, я начинала, соответственно, в школе я писала стихи, которые я никому не показывала, как, наверное, много людей. Дальше в институте я писала фэнтези, писала рассказы, но это все было не детское. И когда уже появился свой ребенок, то для нее я придумывала первые сказки. Я записала их. Я даже пробовалась с этими сказками на разных литературных конкурсах, но конкретно они никуда не попали и так и остались для домашней библиотеки. Хотя, мне кажется, они такие были забавные. А всерьез первую историю я стала писать как раз для конкурса «Новая детская книга», лауреатом которого я и стала. И познакомившись с большим количеством тоже начинающих детских авторов, я поняла, чего не хватало моим первым сказкам, что должно быть такого интересного, чем можно удержать внимание и как заинтересовать не только друзей, знакомых и своего ребенка, и детей своих друзей, а более широкий круг читателей. Этому всему я училась, читая интервью главных редакторов. разных издательств, участвуя в разных конкурсах. И потом, когда у меня уже было, наверное, две или три книги, по-моему, я решила, что я хочу серьезно писать детские книги и поступила в литературный институт имени Горького. Я заканчивала высшелитературные курсы. Правда, не детское отделение, а взрослое. И еще раз поняла, что мое – это детская литература, не взрослая. Ну вот так. Май, скажите, пожалуйста, уже говорилось по поводу, собственно говоря, воплощения мини-спектакля по вашей книге «Сыскное бюро». Скажите, пожалуйста, были ли ваши задумки, либо вообще уже это есть, аудиоверсии, потому что, наверное, все-таки и аудиоверсии тоже для детей хорошо, помимо того, что мы имеем возможность общения непосредственно с книжным, бумажным вариантом, ну и аудиоформат, он тоже, в общем-то, такой достаточно хорош. Да, я на самом деле очень ценю и люблю аудиоформат, потому что действительно это как раз одна из форм, как заинтересовать ребенка книгой. И у меня, сразу могу сказать, нет озвученных историй, ни одной, но мне бы хотелось, и я в свое время, вот, например, с ребенком очень любила радиотеатр «Цветной» на детском радио. Мы слушали, и это было здорово, и каких-то авторов для себя мы открывали именно через вот этот радиотеатр «Цветной». И тоже как одна моя мечта, чтобы книги были озвучены, и очень хотелось бы, наверное, чтобы была возможность прочитать их на детском радио, ну или просто какие-то аудиокниги в сети. Я была бы рада. Вот такой вопрос. А какие книги вам читали родители, какие запомнились больше всего? Ну, я так имею в виду, может быть, стали любимыми, и вы читали своей дочери уже впоследствии. Есть такие авторы? Или их много? Их много, но могу сказать про самых любимых авторов, поскольку я, как я уже сказала, больше всего любила именно животных, то у меня книга, с которой я не расставалась и ездила везде, даже в разные поездки. Это был «Сеттон Томпсон. Рассказы о животных». Это была одна из самых любимых моих вещей. Я очень с удовольствием читала Джеймса Херриота, записки сельского ветеринара и все-все-все, что было связано с ним. Джеральд Даррелл, конечно. Он настолько может подать историю с юмором, и этот юмор настолько тонкий. И дочка моя, наверное, его тоже больше всего оценила. И одна из историй, которую я перечитывала с детства, и тоже она перешла от меня, уже истрепанная, изрисованная моему ребенку. Есть такая книжка Шарлотты Барнфорд. Называется она «Невероятное путешествие». Ее мало кто знает. Она про двух собак и кошку, которые ищут дорогу домой. То есть их родители, их хозяева оставляют своим друзьям на время, и они решаются, что раз хозяева нас оставили, мы должны к ним сами вернуться. Очень тоже здорово написанный текст, настолько правдивый, и там нет такого одушевления животных, и тем не менее настолько четко переданы мотивы, и, я бы сказала, не попадалось бы сказать, наверное, души животных, что я ее читала сама много раз, и вот одна из самых таких любимых историй у меня была. А еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вы уже упомянули о переиздании вашей книги. А какие еще есть задумки, какие-то творческие планы в плане, возможно, не только книг, но и каких-то интересных квестов, игр, что-то такое есть? Наверняка же. На самом деле, да, у меня есть эстрадочка, где записаны разные сюжеты будущих произведений, которые я надеюсь все-таки написать. Это, опять же, и продолжение Брюма, потому что у него есть несколько сюжетов, набросочков дальше уже, не останавливаясь на второй истории. Есть еще ряд детективных историй, которые, я надеюсь, тоже будут написаны, и в дальнейшем буду предлагать их издательствам. Есть и подростковые тоже сюжеты, которые хотелось бы написать. Приглашаем вас купить книгу Майи Лазаренской «Сыскное бюро Брюм пропажа в скучном парке», взять автограф, сфотографироваться. Мы в восьмом зале. Пожалуйста, подходите, присоединяйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!